Ну смотри, мы бежим сейчас по зимней локации, ну как раз мы до неё дошли, причём не просто бежим, бежим ночью. Для того, чтобы умереть вот от этого товарища, это первый момент. Ах да, это Elden Ring, на связи Чандар и Ольмина. Здравствуйте. Проходим только за ножи, в частности за Редувию, то есть основное оружие это Редувия, конечно же. Мы бежим убивать, ну мы вернее хотели убивать ночного всадника, что-то пошло не так, всё, ждём до ночи опять. Так, вот он всадник, здесь есть прекраснейшая, замечательнейшая колонна. Попробуем Редувий. В принципе мы достаём даже. Грёбаная камера! Как обычно, проблемы у нас внезапные. Так, всё? Всё хорошо. Можно использовать нож, чёрный. Чёрный нож по-настоящему хорош. Под шаг делаю, вот в этом проблеме. Почему? Он просто остановился. Всё, он решил, что лучше не драться. Чёрный? Лучше с нами не драться. Нет, всё, всё. Он одуплился. Надо тогда по одному. Удар! Удар, отошёл. Удар, отошёл. Ну всё, он снова тупит. Ой, кстати, мы же не это не сделали. Не, не пробаффали. Вообще ничего не сделали. Ты так и будешь стоять, дружище? Ты серьёзно так и будешь стоять? Ну и хорошо. Мы тогда заменим на чёрный нож, просто и не будем выделываться. Думаешь, я против? Я не против. Всё, он осознал всю тщетность бытия. Не проблема. Мне, знаете ли, не сложно даже сквозь деревья вот так пробивать. Думал, ты за деревом спрячешься. Недостаточно надёжный щит, дружище. Всё, догорит. Он догорил. Сам причём. Да? Да. Либо право. Да. Всё, пепел войны, призрачный удар. Хорошо. Ой, это плюсик, кстати. Да, это плюсик. А ты включил? А, я не включил. Так, семушку берём. Семушку точно берём. Всё, взял семушку. Помимо семушки, что нам нужно? Ну, тут есть, конечно, противник неприятный. Здесь именно неприятный противник. Поскольку не работает на него кроваток. Ну, такое. Да. А клинмарики? О, есть клинмарики. Всё, изи, так да, видите. Да легчайшая просто. Хотел сказать её, но... Ну, это сколько снимай, да? А можно я убегу просто? Нельзя, я понял. Просто нельзя. Только сложно? Да. Только так, только так. А можно хотя бы не совсем сложно. Можно куда-нибудь забраться. Хотя от него не заберёшься никуда. Не прыгай. Хотя есть у меня одна индейка. Может быть, даже вкусная. Сейчас проверим. Давай. Вот если я сюда залезу. Вот здесь ты меня достать не сможешь. Ты меня понимаешь? А ты? Он сможет. Он меня не понял. Я ему говорю, не сможешь. А он такой, а я не знаю, я могу. Вот, плохо. Плохо, что он смог. Так, попытка номер следующая. Хорошо. Плохо, что он орать будет. А он будет орать, кстати. Это правда. Печально. Он уже орёт. Давай увеличим нашу мощь. Мощную. Мощную мощь. И прятаться будут. А куда ты ушёл-то так далеко? Я же не достаю. Ну, мы... Я понимаю, что ты орёшь. Ну, я-то не могу. Угу. Так нечестно. Не устаёшь. Куда он улетит? Просто вбок куда-то. Потому что он понимает, что я за препятствием. Ну, ты подойди ближе. Ну, ещё. Шаг вперёд, два шага назад. Мы так не играем. Папа. Папали. Хорошо. Рано или поздно... Возможно, он умрёт. Ну, это не так. Это должен, по идее. Ну, вот такое. Главное, чтобы криков не было. В нашу сторону. Метки. Чё, чё он причитает? Вот после крика можно кидать спокойно. Мы подпрыгиваем, и тем самым мы как раз оказываемся поверх препятствия, то, что нам нужно. Он далеко. Всё-таки далеко собака. Мне ещё и маны не хватит. С таким успехом. А чтоб он гораздо ближе подошёл. Здесь я, кстати, хотя бы на месте оставил. Да что ж ты... Это уже маны реально не хватает. Опа! А вот это интересно. То есть он взял и просто захотел, видимо, пробить. Да, видимо, захотел. Ясно-понятно. Это честный поединок, конечно. Да что ж ты не достаёшь? Ну, ты подойди ближе-то. Ну, мужик, на полном серьёзе. Я не могу до тебя достать. Они слишком далеко. Ладно. 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 Ладно, ладно. Ладно. Сюда подойдёшь как-нибудь? Вот я, например, могу отсюда бить. Тоже. Почти. Почти можешь. Это, кстати, дрянь. Это дрянь. Потому что она проходит сквозь текстуры вообще. Сквозь всё. Сквозь всё. Ну, получается, надо всё-таки... На каком-то расстоянии. Ну, хорошо. Пусть тогда попробуем откуда-нибудь отсюда. Ой, нет. Это слишком далеко. Это слишком далеко, дружище. Но вот сюда слишком близко мы не можем выходить. Соответственно, нужно драться... Ну, как-нибудь здесь, что ли. Только вот он далеко уходит, мерзавец. Слишком далеко уходит. Я в него не попадаю. Он стоит и ждёт. Стоит, смотрит. Чё стоит? Куда смотрит? Меня уже там нету. Всё, я просто присел. Меня там нету. Ты меня не видишь. И не чуешь. Потому что ты каменный. Ты вообще запахов не различаешь. Просто орёт. Стоит и орёт. Чё орим? Вот действительно. Самое обидное, конечно, что он на полном серьёзе отходит. Именно взял и отошёл. Ладно. Немножко снять. Я понял. Вот я ушёл сюда. Что ты на это скажешь? Кстати, тоже не такая плохая позиция в целом. Могла бы быть, если бы он не обходил вот так. Ты не залезал бы сюда, да? Да. Об этом я и говорю. Какой? По лошади бахнул. В этом-то и проблема. Ну, такой душноватый товарищ, конечно. А потому что не работает на него ничего. Кровоточное. О! Подвес. Вау. Красиво. Он так-то скоро стоит. Не ходи никому. Получилось, ребят. Наверное. Не знаю. Надо бить, пока бьётся. Бей, пока бьётся. Куй, железо пока горячо. Как же мало, конечно, сносит. Ну, благо, там ещё дот вешается. Мы-то, кстати, родича... Всё, это плохо. Всё, он вышел? Да. Он вышел, это проблема. Бежим. Беги, но оборачивайся. Да. Где он? Он уйдёт вообще? Эть! Я что, да не достану? Мы родича чёрного клинка уже убивали такого, который с Алибардой, который в красной зоне, в Кэлиде. Тоже он так... Я не помню, правда, какое это было прохождение. Но он тоже подглючивал. Ну, или, я не знаю, он паниковал. Истерия какая-то внезапная на Гаргуле иногда нападает. Вот. Единственное, что она не продолжается бесконечно. Очень жаль. Куда он, он делал? Он убежал. Обратно тебе? Ой. Это было опасно. Очень страшно было. Так, я подожду лучше крика сначала. Сейчас он крикнет. Дальше мы разберёмся. Крикнет. Или не крикнет. Или не крикнет, он решил просто потанцевать. В кружок, видимо, записался. Мы, конечно, рады за него очень сильно, но не очень. Сюда пойдёшь? Вообще-то должен. Сыкотно прям сюда идти. Вот эти его крики внезапные. А вот это его непонятные вообще перемещения. Это же жесть. Он так-то не спускается, да? Орёт, но не спускается. Чё орёт? Он поиспустится. Ребят, впритык его может убить каждый. Тут суть именно в том, чтобы хитростью его взять. От хитрости уже гораздо сложнее, потому что он сам хитрый. Просто беги. Успел. Пока успел. Ещё беги. Ещё успел. Всё, убегай. И музыка такая тревожная. Не творожная, а тревожная. Ну-ка, ну-ка. Как у тебя там дела? Крикни. Молодец. Бам. Попал. Так, лучше не вылазь. Не вылази! Всё у тебя хорошо. Просто не заморачивайся. Два попадания ещё. Восказательный знак игра. Ага, в наше время не знаете Ултен Ринг. Здесь вот я как раз-таки не достаю, да? Всё, валим. Валим, иначе он нам навалит. Может. А навалит это... Эти... Кавказские частушки. Оно нам не надо. Всё, он крикнул. То есть, от чего я могу выйти. И не попасть. Сдогорит? Сдогорит. 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 Ну и хорошо. Всё, ребят, враг повержен. Не просто, конечно, но, тем не менее, мы это сделали. Хочется показать побольше вот таких вот тактик. Потому что, если впритык не получается, к примеру, да, реакции там не хватает. Или ещё фишка Элден Ринга. Именно в разнообразии. Не обязательно вам упираться, усираться во что-нибудь. Вот. Я вот буду драться в одном ближнем бою и парировать все атаки. Да кому это нафиг надо? Можно сражаться по-разному. Можно поставить в неудачное положение вашего оппонента. Как-нибудь спрятаться и так далее и тому подобное. Фромы презентовали Armored Core в 2023 году? Да, видел. Что это такое, не в курсе. Не более, чем знаю о новости такой. Ведь Элден Ринг стала игрой года. Что неудивительно. Сыграем ли мы когда-нибудь в Альбион Онлайн? Не от нас зависит. Вообще не от нас зависит. Настолько не от нас, насколько это только возможно. Это не шутка. Так. Фляги распределить надо? Да вроде бы нет. Повышаем уровень, конечно же. Что мы качали тогда? Ловкость до 45 ты хотел качать. Да. Ловкость 45. Прекрасно. А дальше? Либо вера, либо колдунство. Колдунство? Смотря от чего скалируется. Редуви от колдунства, от веры скалируется черный нож. Это проблема. Так, нам нужны руины замора. Зачем? Зачем? Не для этого. Для вот этого? Я не помню, если честно. Где точное расположение? Сейчас покажу. Ты плюсик-то поставил? Нет. А сказать? Сказала? Нет, я понимаю, что у тебя там... Как интересно. Я нажимал, а оно... Вот, кузнечная колокольная сфера Рудокопа, 3. Это значит, что мы можем прокачивать обычные ножи. Если нам вдруг потребуются обычные ножи. Ну, помнишь, как мы критами убивали, да? Вот, если нам потребуются такие ножи, то мы сможем вкачать. Уже сильно. До плюс 18, по-моему. Да, до плюс... 18, вроде бы. Хорошо. Тоже не знаком серии этой, но что-то с боевыми роботами. Раньше разработкой занимался Миядзаки. Сейчас передал геймдизайнеру Секиро. Надеюсь, не будет роботов с парированием. Ну, Секиро это все-таки не про парирование. На полном тебе серьезе говорю. Вот не про парирование. В частности, финальный босс убивается без парирования. Вообще без парирования. Ты его не парируешь. Совсем. Ты просто бегаешь и катишь его. Нет, разумеется, можно и Микири делать, и парирование делать. Но это только при условии, что у тебя хорошая реакция. Если у тебя реакция так себе, ну, это игра не про парирование. И там можно играть не через парирование. Есть, правда, противники, которые парированием прям вообще на изичах убиваются. Но там они просто именно на изичах убиваются. Там не нужно подгадывать момента. Ты просто жмякаешь на клавишу, и оно само парируется. Катакомбы гиганта на вершине горы. Пойдем ли мы сюда? Я думаю, пока нет. Я думаю, надо продолжить путешествие по зимней локации. Дойти повыше. Ну, я думал, получить по хребту, но нет. Пока воздержусь, пожалуй. А что вот это фиолетовое? А, путирующий лист. Ну, есть. Хорошо. Побежали. Вот не помню. Возрождается этот пучник. Не возрождается. Но лучше мы его уберем, чтобы... Просто потому что он нас раздражает. Угу. Ну, кстати, он крепкий. Обалдеть какой. Неприятно. Возрождается. Возрождается? Окей, говорит, что возрождается. Ладно, жалко, как у пчелки прям такие. Ну, хорошо тогда. А у этого друга на что? Ты что хранишь, друг? Ты что хранишь, я тебя спрашиваю? Что ты бежишь? Кузнечный камень мрака 8. Ну, пойдет. Пригодится. Вообще нет. Вот именно мрак уже не нужен. Нужны обычные кузнечные камни. Ой, милисента же квест нужно поделать. Там и ловку получить, и вообще. Вообще? И вообще. Ладно, посмотрим. Ну, Латенна говорит. Сейчас нам расскажет то, что нужно замок Сол. Не, на самом деле классно то, что здесь и подсказывает, куда идти, и все. Это прям хорошо. Не знаю, неудивительно, что стало игрой года. Я предлагаю все-таки сначала пойти к Хослоу. Да, к тому самому. Который с хлыстами. Мужчина, который хлыстами орудует. Двумя. Два хлыста у него есть. Это же который этот. Междевенец. Кто? Так, странствующую служанку мы набрали на ряд. Ну ты хочешь заказ выполнить? Да. Так, а нам не дали, что ли, заказ? А че, мы заказы не выполняли в этой части? Ты серьезно? Ну че? Понял. Ладно, давай обойдемся в этот раз без вулканового поместья на полном серьезе, поскольку к рекорду мы просто попадем иначе. Все. Хорошо. Это че, Семушка? Серьезно? Я, по-моему, вообще никогда не подбирал. Даже, не, ну в первом прохождении, наверное, поднимал, а потом никогда не подбирал. Интересно. Правда, Семушка есть. Забавно. Показать не могу, потому что нападает голем, да. Это вот рядом с замороженными големами оказывается. Сейчас случайно повернулся направо. Вот из этого спящего вроде как выпадает че-то. А, нет, этого спящего нужно вот сюда, для того, чтобы он разбил. И здесь как раз такие кузнечные камни забить. Так. Все. Вот это вот место. Получается где-то... Вот здесь. Здесь выходит, да. Неожиданно. Так, этот костер. Я думаю, до замка Сол можно попробовать добежать. Погнали. Погляди. А, хотя... Уточник Тиби может убить. Тиби можно убить. Почему нет? Может, потому что это не просто. Это не просто, не просто. Это офигеть, как не просто. Самый сильный? Из Тиби, да. Да ладно тебе. Он его сам убил. Не убил. Какие жесткие-то? Они жесткие, в том-то и дело. Я думаю, что водичкой какой-то могильной разбрасывается. Ой. Водичкой. Водичкой. Просто водичкой палил, а мне уже плохо от этого. Что ж за вода такая? Явно святой источник, ребят. Господи, я не убил. Что ты делаешь? Ага. У него теперь есть гейзер. Ну вот, да. И святого источника. Не, ну все. Плюсик. Плюсик. Какой это? 117-ый? Да. Не так много мы за сегодня убили. Зато гениальную просто тактику нашли против. Тех. Ой, в комментариях продолжают писать про то, что если ты используешь какой-нибудь там пепел или еще... Ты маг. Маг же. Ну мана тратится. Ты маг. Даже не ночью, представляешь, погребальная птица. Это шок. Фига. Это чуть ли не самая противная такая. Ну здесь местность говно. Будет потом другая, самая сильная погребальная птица. Она тоже серьезная, но здесь такой специфический момент. Так, все, до замка мы доберем. Доберем. Должны. Доберем и взять костер. Доберем. Надо взять костер. Все. Добежали. Это все. А после того, как добежали, знаешь, в чем? В чем? Присели. И посмотрели на список замечательных, потрясающих, великолепных бустера. Благодаря которым-то, собственно, видосики на канале и выходят. Присоединиться к их числу. Вступить в семью. А семья это главное. Можно по ссылочке в описании под любым видосом, ребят. Ссылка на бусте. Переходим и подписываемся. Переходим и подписываемся.